Год уходит, год стал особенным, особенным он стал и для наших спортсменов, причем он и должен быть особенным, потому что это год олимпийский, 20-й год. Все надеялись, что состоятся летние олимпийские игры в Токио, они не состоялись. В итоге все перенеслось, плюс сам сезон у представителей многих видов спорта, что летних, что зимних, получился разорванный. Разорван он получился и у гребцов. У нас сегодня в студии как раз представители замечательного вида спорта гребли на байдарках и каное. Один из самых важных олимпийских видов спорта, да-да, вы знаете, как раз на днях ввели в состав олимпийских игр в программу такие виды спорта, как брейк-данс, понимаете, что за вид спорт такой, для чего они, что за комплект там будут. А между прочим, а вот гребли как раз на байдарх и каное, один из ключевых, на мой взгляд, видов спорта в олимпийских программе, это очень, как говорят наши специалисты, медальемкий вид спорта. Благодаря ему страны, которые лидируют в этом виде спорта, они в том числе очень хорошо пополняют свою копилку. Поэтому мы будем очень надеяться, что в следующем году наши замечательные гребцы со всей нашей России, очень будем надеяться, что сегодня будут и тверичане, пополнят олимпийскую копилку нашей национальной сборной на играх в Токио, которые, как нам говорят, все-таки состоятся. Но пока представлю гостей нашей студии. Это Николай Петрович Ковалев, председатель нашей Тверской Федерации гребли на байдарх и каное. Добрый день. Это Андрей Юрьевич Лаенко, директор спортивной школы Олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонина Середины. Добрый день. Добрый день. И их коллега Андрей Владимирович Гассан, ведущий тренер школы, тренер сборной команды России. Добрый день. Добрый день. Вы, дорогие телезрители и радиослушатели, можете нам задавать вопросы. У нас прямой эфир по телефону 3190. Все, что вас интересует по гребле на байдарх и каное, может быть, вашего сына вы хотите отвезти в эту секцию. Замечательно. Кстати, там ребята тренируются, я сам недавно был. Знаете, до сих пор удивляюсь, что вот сейчас считается такие времена рыночные, когда никому ничего не надо, на гордость страны плевать, на спорт плевать, все спортом занимаются, в компьютере нет. Я там много видел вот замечательных ребят 10, там 12, 8 лет, вот девчонки, причем много девчонок, которые вот гребут в любое время года, что называется, вот зима фактически была на дворе, они занимаются. Спасибо большое, спасибо вот этим людям, которые тренируют и которые таким образом поднимают спорт наш на новые высоты. Поэтому звоните 3190, все, что вас интересует касаемо развития спорта, развития греблей на байдарх и каное, спрашивайте, пожалуйста, гости вам обо всем этом расскажут. Уважаемые гости, пока хочу вот первый вопрос. Скажите, вот заканчивается год, сезон у вас закончился. Какие вообще цели изначально тогда, когда еще никто про этот чертов коронавирус ничего не слышал, какие цели ставили перед собой мы вот на вот этот олимпийский, как мы думали, год? Давайте я начну. Ну, наверное, мы должны вспомнить обязательно 2019 год. Конечно. Это предолимпийский год, год очень сложный, очень тяжелый. Вот, и надо сказать, что мы достойно его как бы прошли. И наши спортсмены на разных соревнованиях, это на первенствах мира и Европы, на европейских олимпийских играх, которые проходили в прошлом году в Минске, завывали 7 медалей. Главным стартом прошлого года был чемпионат мира, где разыгрывались олимпийские лицензии. Надо сказать, что у трех наших земляков, три наших спортсмена, это Илья Первухин, Сергеев Александр и Кузахметов Артем, они завоевали для страны олимпийские медали. Важный момент. Да. Не все эти лезерии понимают, что для страны, а не для себя лично. 2019 год как бы показал, что на самом деле развитие нашей гребли в нашем регионе, оно значимое. В 2019 году мы в комплексном зачете, в котором входят соревнования, это чемпионаты, это первенство до 24 лет, до 19 лет и до 17 лет, в комплексном зачете Тверская область заняла первое место. Это впервые, мы были в тройке призеров, но первое место за нами как бы Москва, Московская область и такие сильные, как Ростов и Санкт-Петербург города, ну 42 региона в рейтинге участвовали. И в 2019 году 14 спортсменов наших были в составе сборных команд на подготовке в разных категориях. Цели ставились, конечно, у нас, ну, серьезные. У нас уже есть опыт выступления на Олимпийских играх, уже в современной России, хотя, если вспомнить историю, то в нашей копилке семь олимпийских медалей за всю историю. История знает, что с 1952 года советские спортсмены вышли на Олимпийскую арену и с 1952 года идет отсчет. Конечно, мы очень надеялись на Илью Первухина. Этот парень готовился к третьим Олимпийским играм. И на первых Олимпиаде, где он участвовал, это Лондон, у него была бронза. Мы все помним, все редакции болели. У него был великолепный шанс в Рио-де-Жанейро, потому что тогда двойка Каравашков-Первухин на чемпионате Европы, который в Москве проходил, показали лучший результат сезона в мире. Они были готовы к Рио-де-Жанейро, как никогда. Но тогда началась такая вот чехарда политическая или какая, с Мельдонием. У Алексея нашли, потом уже как бы после Олимпиады ошибочно или как ему разрешили. Но двойка распалась. Но Илья выступал вместе со Штоколовым Ильей. А Штоколов Илья, в общем-то, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро называл бронзовую медаль в одиночке. И они, в принципе-то, заняли досадное пятое место, но там фотофиниши. Но это просто сказалось то, что они не скатались. Еще не почувствовали. Не успели, да. Да, да, да. Конечно, вот самое главное. И мы рассчитывали на четверку байдарку, в которой у нас Александр Сергеев и Кузахметов. Значит, они у нас как бы победители европейского Олимпийских игр прошлого года в Минске. Ну и также надо сказать, что вообще-то по спискам, которые пришли на наш регион, нашему губернатору, один из спортсменов, это были кандидаты в Олимпийскую сборную, среди которых было шесть гребцов. Вот это Первухин, Кузахметов Сергеев, Иван Дмитриев, Игорь Калашников, Дарья Харченко. То есть гребли больше половины. Да, да. Вот Дарья Харченко, как бы, это спортсменка, выступающая за наш регион. Она была тоже одним из кандидатов, потому что впервые в программу Олимпийских игр ввели женское конои 500 метров. Вот. И, в принципе, в общем-то, как бы на чемпионате России, который в этом году завершился, у нее были неплохие для этого предпосылки. Ну, как-то вот цели стались вот такие. Отобраться на Олимпийские игры и достойно выступить, конечно. Скажите, ну вот начался этот коронавирус, опять-таки, Никноч, будет помянут. Когда у вас пришло понимание, что сезон, наверное, если и получится, будет скомканным? То есть, когда вы начали понимать, что планы придется корректировать на ходу? Андрей Иванович. Тут, наверное, я могу немножко рассказать, потому что я участвовал в подготовке в составе сборной команды страны. Вот к первому вопросу, возвращаясь, целью у нас еще было завоевание лицензии в конои двойке женской 500 метров, потому что на чемпионате мира не удалось в 2019 году. И в мае месяце должен был быть Кубок мира, на котором разыгрывались дополнительные лицензии. И Иван Дмитриев. Да, и Иван Дмитриев там тоже мог бы одиночку завоевать, потому что в одиночке конои тоже нет лицензии и по сей день. Мы находились на сборах, на подготовке в Италии, в Турции. И вот в февраль мы были еще в Италии, в Сабауде. В марте месяце мы должны были там же готовиться. Этот сбор не состоялся, его перенесли в Турцию, потому что тогда Турция еще принимала. И вот в конце марта, уже когда сбор заканчивался, мы уже уезжали оттуда с огромными опасениями. Вообще сможем ли мы выехать из страны и вернуться в свою родную страну. И уже было понятно, что, конечно, непонятно, что будет с сезоном, состоится ли вообще. И было полное как бы непонимание. И вот, условно говоря, в апреле месяце уже не состоялся сбор, прекратилась подготовка в сборной команде страны. Понятно. А у нас сейчас должна состояться реклама, после чего мы продолжим. Мы сегодня подводим итоги сезона для наших тверских гребцов, ну и в целом для гребцов всей России, наверное. Реклама, не переключайтесь. Мы сегодня подводим итоги сезона в таком виде спорта, как гребли на Байдарх и Каной. Как вот только что нам гости наши рассказывали до перерыва, в Тверской области это один из самых успешно развиваемых видов спорта. Как вот Николай Петрович Ковалев рассказал, руководитель нашей региональной федерации, из 11 кандидатов на участие в Олимпийских играх от нашей Тверской области, больше половины, 6 человек представляли как раз именно, и представляют именно этот вид спорта, гребли на Байдарх, Каной. Вы представляете, вот какой важный вид спорта и успешно развивается. Так, хорошо, понятно, но в итоге успели до карантина поучаствовать наши тверские спортсмены в каких соревнованиях? Ну, тут опять же я, наверное, могу прокомментировать немножко. На международном уровне практически нет. То есть был небольшой коммерческий турнир в Португалии, где находились на подготовке централизованные наши спортсмены, в том числе Илья Перухин. И там фирма Нелла проводит такой коммерческий турнир, там они смогли проучаствовать. И мы находились на подготовке в Турции, и там тоже турецкая федерация гребли, она проводит небольшой такой популяризационный коммерческий турнир, где тоже наши спортсмены смогли поучаствовать. Но это неофициальные соревнования, и по большому счету до начала карантина практически соревновательной практики не было. Ну хорошо, карантин объявили. Чем занимались спортсмены? Мы все во время карантина видели всевозможные ролики. И наши земляки выкладывали, Ковальчук, помню, там, и прочие наши спортсмены выкладывали, показывали, как они поддерживают свою форму. Понятно, что, допустим, футболистам, к примеру, командовать спорт, там тяжело, если тебя заперли на карантине, ну, ты можешь поворотом бить, ну, нужна команда на игра. А гребля, казалось бы, ну, тихонечко свою байдарочку спустил и погреб. Никого не заражаешь туда-сюда, то есть, на мой взгляд, обывателя. То есть, в этом плане, мне кажется, гребцам было легче. Байдар спустил и курсирует по Волоке туда-сюда, к примеру. Готовься, вот так ли это на самом деле, или тоже были большие трудности с поддержанием формы? Ну, давайте, да, я расскажу. Почему? Потому что все это, когда начался вели карантин у нас, и было тревожное ожидание понять, как это все нам продолжать тренировочные процессы. Ну, достаточно быстро сориентировались. И если, допустим, совсем у нас кто, маленькие ребята, продолжали тренироваться в квартирах, тренера разработали определенные комплексы в квартирах, потом уже начали, народ у нас, хорошо, что у многих есть дачи, частные дома, это очень большую роль сыграло. Все начали разъезжаться по частным домовладениям, и сразу уже было понятно, что мы их можем обеспечить, особенно ведущих спортсменов. Мы можем обеспечить их тренажерами, чтобы они ни в коем случае не останавливали свою специализированную подготовку. Так, что значит обеспечить тренажерам? Сухая гребля. Просто развезли им тренажеры. В прямом смысле обеспечить? То есть развезли по домам? Да, да, да. И все ведущие спортсмены у нас были обеспечены тренажерами в домашних условиях, и они уже тренировались в режиме. Да, это не было воды, но сейчас тренажеры современные настолько близки, по своим ощущениям, к реальной воде, и позволяют, ну, пускай не на 100%, ну, наверное, процентов на 70 заменять реальную тренировку. Ну, простите, мне уже стало интересно. Я еще более-менее представляю, как можно у академиков заменить, потому что там уключены вставлены веслы, соответственно, имитируют, что же вставлены. Но у байдарщиков там же, к примеру, весло не зафиксировано ни к чему, и у канаистов тоже ни к чему не прикреплено. Соответственно, мне просто даже интересно, что тренажер, чтобы канаист мог имитировать вот эту самую греблю. Ну, не уключен сейчас нет в тренажерах и в академических. Есть очень, вот я еще раз повторюсь, очень хорошие тренажеры, просто имитация вот такого небольшого цевья, держатся, и за счет воздушного сопротивления создается вот этот эффект воды. А у канаистов как? И у канаистов то же самое. И у байдарки, и у канои то же самое. То есть, за веревку дергается, раскручивается воздушный барабан. Они есть водные, но самые вот оптимальные сейчас в последнее время это воздушные барабаны. И очень близко и в байдарке. То есть, вот придумали, так сказать, люди с большим воображением, разработали обратные муфты, все это крутится. И вот, даже, допустим, иногда и бывает у ребят там, кто-то не хочет там на воду хорошую, а тут сидишь в чистом сухом зале перед зеркалами и крутишь, и крутишь. То есть, вот этот момент был, конечно, сразу среагировали, начали эту тему развивать. Вот. Ну, надо сказать, что достаточно еще взвешенная политика была руководства области, что губернатора, что какие-то возможности все-таки давались. И потом достаточно быстро было принято решение о ведущих спортсменах, что им было разрешено выход на воду. Но здесь он какой был, что у многих есть свои дома, коттеджи, на берегах рек. Рек у нас много, за городом, и была, главное, что теплая зима. И все ведущие у нас спортсмены вышли на воду и продолжали тренироваться. Вместе с тренажером вы им еще и лодки развезли. И лодки развезли. Да, да, да. И у кого-то в огороде лежали лодки, чтобы соблюдать режим, допустим, у кого-то нет своего там коттеджа, мы делали как. Вот один спортсмен тренируется там в 10 утра, другой через 2 часа, а так в городе, да. Разводили всех, чтобы они, но постоянно тренировались. Да, может быть, кому-то хотелось в группу объединиться, потренироваться. Ну, порядок был порядок, да. И я считаю, что последующие результаты нашего сезона, когда уже карантин сняли, нам позволили, хоть сезон и очень тяжело начинался, но потом, вот я как директор школы, я абсолютно доволен результатами наших ребят. Вот здесь вот говорилось о большей гребле на байдарках кануэ, но еще не надо забывать, у нас последние годы на подъеме академической гребли. Сейчас они по-другому немножко, гребной спорт называется. Как это? Ну, они несколько лет назад переименовали. А кануэсты это не гребной, что ли, спорт? Ну вот, у них теперь федерация называется гребного спорта. Вы хотите сказать, что в Олимпийской программе теперь нет академической гребли? Есть гребного спорта, да. То есть, есть такой вид гребной спорт. Академиков больше нет. Да, название просто меняло. То есть, как в свое время греко-римскую назвали, была вольная борьба, классическая, то же самое и тут. Ну вот, видимо, да, такой вот произошел. То есть, в следующем году в Токио будет чемпион Олимпийских игр по гребному спорту? Вот, я не знаю, как это на международном уровне. Главное, чтобы был на Олимпийских игре. Это да, но, впрочем, меня удивили. Я не слышал, что такое криминование, вот, зачем, звучит как благородно, академическая гребля. Ну вот, кто-то принимает такие решения. Королевский спорт, кстати. Да, это элитный вид спорта. То есть, английские гонки знаменитые между университетами. Да, двухметровые ребята, девушки, все стройные, высокие. Восьмерка, как она идет-то. Да, и вот у нас за вот эти последние два-три года очень именно в Твери сформировались хорошие лодки. Ребята подросли в прямом и в переносном смысле. И что у нас сейчас тоже в сборной команде находится в составе, молодежный состав. И в конце сезона вот у нас есть золотая медаль с первенства Европы, что это огромный успех. Они уже были. Но сейчас вот такое представительство, и что наша восьмерка выступает, четверка в том году выступала на первенстве мира своим тверским составом. То есть, это очень огромное достижение наших ребят. И вот то, что они продолжают. И в этом году тоже уже пошел такой в хорошем смысле конвейер, что они друг друга поддерживают, выходят на этот уровень и завоевывают золотые медали. Что вот и ребятам, и тренерам, что несмотря ни на что в этих тяжелейших условиях смогли подготовиться. Сначала там старты первые были не очень, но потом разошлись, разъехались. И если так в целом, вот результат. Вы сейчас затрагивали момент только о начале, до карантина. Да, там соревнований практически не было. Ну да, каждый... Да, но потом уже после, когда в июле, начиная с июля месяца, начали очень активно наверстывать все программы. И был сдвинут календарь на сентябрь месяц. И там прям гонки шли с разницей в несколько дней буквально. Спортсмены с одного переезжали соревнования на другого, на другое. И у нас вот прошел в Москве чемпионат России, где наши ребята также вот здесь говорили о наших лидерах. Да, мы остановимся на этом. Да, что все очень успешно выступили. И потом был Кубок мира, который тоже Илья Перухин и Дарья Харченко стали победителями. То есть такой вот положительный итог, вот концовку вот и вот в актимической гребле, да, буду так по стареньке говорить, тоже золотая медаль. И все это очень оптимистично позволяет, несмотря на трудности, но пережили год. И очень оптимистично мы... Выгребли. Да, мы смотрим с большим оптимизмом. Так что все идет достаточно неплохо. Ну давайте все-таки о второй половине сезона поподробнее, потому что там были успехи. Наш телеканал не раз об этом рассказывал. Поэтому давайте расскажем, чего добились наши ребята на всероссийском и не только уровне. Потому что были, я знаю, международные соревнования, вот именно когда удалось возобновить сезон. Ну смотри, давайте я сейчас начну. Ну я вот так для сравнения, особенно если нас смотрят, будет интересно узнать, да. И слушают. Вот взять 19-й год, 19-й год, 35 стартов. Из них 13 внутренних, 15 всероссийских и 9 международных. 20-й год, 12 всего стартов, 7 внутренних, 3 всероссийских и 2 международных. То есть в 3 раза фактически сократилось количество стартов. Да. Это мы еще, как только было снято разрешение, когда мы разрешили не более 500 человек, участников проводить соревнования, вот мы провели вот 7 стартов. Это и детские соревнования у нас прошли, олимпийские надежды. Мы провели чемпионат области, мы провели переносу области, мы провели русскую Венецию, Кубок памяти провели, переносу до 19 лет. То есть мы наверстывали. Конечно, все находились примерно в одинакой форме, особенно юные спортсмены. Вот Андрей Юрьевич рассказал, что вот те условия прийти в тренажер, это было сделано только для наших основных спортсменов. То есть остальным приходилось, к сожалению, вот наверстывать. Ну а результаты такие, что, конечно, вот московский чемпионат, он как бы был, ну как... Какой вы начнете для телезрителей? Чемпионат чего это было? Чемпионат России. Да, чемпионат России, Москва. Нет, 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 нет. Это чемпионат России, Москва. Это вообще-то все соскучились по стартам. Это первый старт. Там было очень сильное такое, очень такое напряжение было, просто зашкаливало. Вот, и в принципе, обычные чемпионаты России, обычные чемпионаты России, там идет допуск спортсменов, кандидатов в мастера спорта можно. Здесь только мастер спорта. Ну, как настоящий чемпионат России в Олимпийский год. Вот, и тем не менее, значит, вот у нас прошел чемпионат в Москве, чемпионат в Казани, и у нас в копилке 4 золотые медали, 5 серебряных и 4 бронзовых. Но ключевые, вот, значит, как бы, вот Илья Первухин, он победил. Вот мы немножко говорили про Ваню Дмитриеву, вспомнили. Ваня Дмитриев в упорной борьбе занял 3-е место. Впереди был только Первухин и Шамшурин. То есть, если бы сезон был бы без изменений, то пришлось Ивану Дмитриеву, и на него рассчитывала сборная команда, бороться за лицензию на отборочных соревнованиях в мае. Вот. У нас было 2 серебряные медали, но золотым отлевом. Вот Сергеевску Захмету в тысячных долях, вот, они были на 200 и на 500 метров, вот, они вот просто вот так вот. Но они выиграли дистанцию четверку, ту, которая вот отбиралась бы на Олимпийские игры. Вот они, как бы, вот это главный старт выиграл. Да и, конечно, вот Харченко-Даша тоже золотой медаль, дистанция 200 метров. Вот. Затем у нас прошли соревнования, это было первенство России до 24-х лет. Вот до 24-х лет, значит, мы, как бы, в общем-то, здорово выступили. У нас 10 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых, и второе общекомандное место. Вот, ну, там выступали спортсмены, вот, наши, как бы, вот, юниорской нашей, вот, группы главной. Кстати, вот, это в первом вопросе мы говорили, главные старты, а ведь у этих ребят просто отняли медали. Пиоринство Европы и мира. У нас в этом году очень хорошо выступала женская байдарка. Вот, особенно здесь на чемпионате, их длинные доли, их 8 золотых медалей было. Там бы, допустим, Бабашинская, Савинок, Иванова и Перепичка, они могли бы бороться за медали на первенстве мира. И Канаиста там, и Думитра Ротару, и Скрябин Павел. Скрябин сейчас уходит уже в уровень старшей группы. Вот, просто вот Вера Сукрав на самом деле. Вот, ребята могли бы посражаться и очень серьезно. Вот, поэтому вот два международных старта, вот говорили, Кубок мира Венгрия и Кубок президента. Ну, в Венгрии золото и бронза, на Кубке президента 4 золотые медали. Ну, хорошо выступили. Вот, поэтому, конечно, у нас очень хорошая молодежь. Это спортсмены до 17 лет, такой перенос в России проходит, и до 19 лет. Но в этом году его не проводили. А так, спортсмены были готовы, и, ну, в общем-то, даже интересно было. У нас центр очень хорошо отремонтировали, привели в порядок. В общем, сделали великолепный центр в Воронеже. Вот, и там у них хорошие дорожки, хорошая дистанция, стартовые устройства, вот, немецкие современные. И вот все хотели, потому что Воронеж сюда принимал такие вот юношей до 15-17 лет. И вот наши все, мы в Воронеж едем, мы в гостинице бронировали все. И вот как-то у нас, ну, так, к сожалению, приходили серьезные письма, отменяется, переносится. В общем-то, немножко понервничали. Таким образом, последний турнир, это был, о котором тоже рассказывали, Краснодар. Нет, это был... Вообще, о котором было в прямой части. А, сейчас да? Да. Кстати, вот сейчас последний у нас прошли... У нас пошел Кубок России в Краснодаре, это завершение. Это уже был, уже ноябрь. И у нас прошли, прошло первое, ну, как бы больше, все российские соревнования. Первый тур отбора в юниорскую сборную до 19 лет, да. Ну, там хорошо наши ребята выступили. У нас, ну, там, 8 человек вошли в состав юниорской сборной подготовки. Замечательно. Да, конечно, здорово. Да, 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 здорово. Смотря, мы рассказывали, тяжелейший погодный... Да, тяжело, да. Но у нас, да, и потом, вот, говорю, вот, понимаете, в списке сборных команд в этом году у нас 54 спортсмена. В списке сборных команд. Ну, здесь есть спортсмены и драконисты тоже вошли. У них, кстати, прошел чемпионат, и у нас 4 золотые витали. Мы, как бы, опять лидеры, ну, в России и в мире. Вот не постесняюсь сказать, потому что есть такое. Говоря о чемпионах, точнее, наверное, хотя почему, если человек стал чемпионом России посреди юниоров, там, молодежки и так далее, тоже чемпион. Кого можно выделить? Меня, знаете, интересует, в первую очередь, конечно же, молодежь, потому что про Илью Первых на всем уже наслышаны. Уже 8 лет, как мы все гордимся таким человеком. А смена растет? Да, вот, как я говорил, смена растет, и появляются вот совсем юные звездочки, которые уже, ну, наверное, уже тоже Юлию Бабашинскую мы уже слышали. Она юная спортсменка, но выступает уже во взрослых соревнованиях. Сколько Юли лет, я не напомню. Юлия 16 лет. 16 лет. 9 декабря будет 16. И во взрослых. Потому что там в футболе это твердые юниоры, не мечтая даже о молодежке. А тут вот 16 лет, и человек... То есть сейчас ей, вот, она выступала на Кубке России, ей было 15 лет. Вот, так что... И она стала победительницей Кубка России. Ну, здесь... Сегодня 9 декабря. Очень... Сегодня день рождения? Ну, получается, если 9 декабря, то сегодня 9 декабря. Да, 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 мы сейчас ее поздравим. Уважаемая Юля, поздравляем тогда тебя с днем рождения. От всей души желаем тебе дальнейших успехов, Юля. Не зазнавайся. Мы тебя всем регионам поддержим. Мы очень надеемся, что ты выйдешь на олимпийские дорожки. Причем, желаю тебе выйти от всего нашего телеканала, вообще от всего региона, не на одну олимпийскую дорожку. Париж. Не на одной олимпиады. Ее. А второй, и третий, и четвертый, в возрасте юный. Все впереди. Поэтому крепчайшего тебе здоровья и больших успехов, и побед, например, в следующем году. И не только. Юля, с днем рождения. С днем рождения, Юля. И, конечно, здорово, что Юля у нас не одна. Потому что, как Николай Петрович назвал девчонок, которые сейчас входят в состав сборной команды, вот, они выиграли, опять же, 15-16-летним составом. 15-летний капитан. Да, да, да. Эстафету по-взрослому. То есть, это был, конечно, очень такой замечательный момент. И главное, что все-таки я вот, как раз у меня три года, как я директор школы. Ну, я всю жизнь тоже в гребле провел, да, потом бизнесом занимался. И, может быть, не было такого вот близкого контакта. Сейчас, конечно, я вот восхищаюсь нашими тренерами, которые настолько вот талантливы, с самоотдачей. Потому что времена были, скажем так, разные и нелегкие. Вот, сейчас за последнее время удалось нам сдвинуть во многих направлениях и в материальном плане. И в это, что... Но тренера наши, конечно, это подвиг и талант. Назовите хотя бы, потому что фамилию, коль спортсменов называем, а то тренер все время как-то за рамками остается. Знаете, я, если честно, даже вот кого-то выделять особо есть, конечно, лидеры. Но у нас практически все тренера, они заслуженные люди. Если я кого-то не назову, это будет просто обидно. Потому что я вот на собрании всем говорю, ребят, вы самые лучшие. И когда ко мне там какие-то тренера говорят, вот, может быть, нам туда куда-то съездить, там, опытом, чтобы набраться у кого-то. Я говорю, знаете, мне кажется, наоборот, все думают, а что тверские такого делают, что такие результаты, и, я думаю, больше захотят от вас опыта забрать, чем вы приобретете. Поэтому поток идет, в хорошем смысле этого слова, и уже отслеживаем более ранние возраста, тоже подрастают. И вот эта преемственность ребят, девушек, что вот произошел хороший сдвиг, конечно, в байдарке женской, еще буквально 4 года назад, 4-5 лет назад у нас было несколько спортсменок, хотя и они выступали на самом высоком уровне. А сейчас это вот полноценные командные лодки, и в таком возрасте они продолжают выигрывать. И все это не может не радовать. И вот и в каное очень хорошее, и женское каное. Все идет, все здорово. Но вот про академическую гребель я уже более подробно рассказал. Там тоже большой сдвиг произошел. Молодцы. И, конечно, все идет своим чередом. И все это связано, конечно, с нашими многолетними традициями, которые закладывались, закладывались, пережили трудные 90-е. Все это было сохранено. Сейчас мы стараемся, чтобы также и тренерский коллектив уже молодых тренеров брать обязательно, чтобы опыт перенимали. Ну, вот пример Андрея Владимировича, он когда стал тренером, и у него практически сразу, через несколько лет, как первый его набор подрос, сразу уже пошли выезды на чемпионаты Европы, мира. То есть и вот богато талантами Тверская земля, скажу так. Хорошо, про таланты. Скажите, помните все эти разговоры, будет, не будет Олимпиада, потом было ясно, что точно в этом году не будет, все, до свидания. Что делать с Олимпиадой? Потому что, сами знаете, прецедентов никогда не было. То есть если Олимпийские игры не проводились в этот високосный год, они не проводились больше вообще. Это было в Первую мировую войну, это было в Вторую мировую войну, когда просто присваивалось порядковый номер Олимпиаде. Не все знают, что Олимпиада, на самом деле, дорогие телезрители, это не соревнование, это четырехлетие. И оно по-любому имеет свой порядковый номер. Были игры, не были, оно получает номер, и следующие игры они уже под другим номером будут. Это вот для справки, на самом деле. И были даже разговоры, что вообще, может, Олимпиады не будет. Вы с какими мыслями восприняли вот это известие, что будут все-таки летние Олимпийские игры, пусть впервые за все время, начиная с Древней Греции, в нечетном году, но будут. Вы обрадовались все-таки, верно? Я понимаю, что не зря подготовки все эти годы. Ну, тут по-разному, на самом деле, спортсмены восприняли, и тренеры восприняли, естественно, каждый имеет свой какой-то определенный темперамент. У кого-то там, когда было сначала объявление о том, что как бы отменяется, либо переносится, была паника. По-разному люди, я говорю, в зависимости от того, насколько человек сам по себе все это. Потом, понимаете, ведь есть спортсмены, которые ставили перед собой цель завершить карьеру этими Олимпийскими играми. Теперь это все пролонгировалось на год, а может быть и не на год. Мы еще вообще пока ясного понимания не имеем, что будет дальше. Ну, а когда сказали, что не отменяют, а переносится, естественно, люди радовались. То есть я не раз слышал от спортсменов, от серьезных, от великих наших спортсменов, что будет или не будет, мы узнаем потом, но мы должны быть готовы. То есть как бы в любом случае подготовку никто не останавливал. Все люди готовились, настраивались. Единственное, конечно, очень тяжело мотивировать себя, когда ты знаешь, что ты идешь к определенной какой-то цели. Все-таки профессиональный спорт – это огромные нагрузки и огромный труд. И мотивировать себя, готовясь к определенному старту, намного легче, чем просто готовясь к чему-то непонятно к чему и непонятно куда. То есть так можно с таким успехом в фитнес-клуб ходить. То есть непонятно для чего. Мы все-таки, профессиональный спорт существует для достижения результата конкретных. Да. И когда не знаешь, когда этот результат придется показывать, конечно, тренироваться тяжеловато. Скажите, ну в итоге, то есть, опять-таки, наш телеканал рассказывал как раз в том году, что мы завоевали наши спортсмены столько олимпийских лицензий. Сейчас мы об этом тоже сказали. В итоге, что с ними стало? Все заново или все-таки те завоеванные лицензии, они сохранились, а те, которые должны были дозавоевывать весной этого года. То есть мы их будем дозавоевывать. Да, вы все правильно сказали. Так будет. Да. Дозавоюет лицензия. А потом будет чемпионат России, который раздаст путевки. Чемпионы России поедут на Олимпийские игры. Тут тоже есть нюансы. Допустим, прошлые Олимпийские игры, то есть, ну, разыгрываются лицензии на чемпионате мира, предолимпийский год, и потом добор лицензий происходит на Кубках мира или на чемпионатах Европы. Или других континентальных чемпионатов. Да, в год Олимпийский. В прошлый раз, когда предыдущая Олимпиада была, то есть, те лицензии, которые были завоеваны в год Олимпиады, они были именными. То есть, если вот человек завоевал лицензию, то он на чемпионате России уже может не отбираться, а этот конкретно человек едет на Олимпийские игры. То есть, в прошлый раз было так. А если он потерял форму, ну, всякое было? Ну, значит, он потерял форму. И все равно поедет? Ну, или не поедет. Ну, просто, мне так интересно. Там разные, я думаю, что, наверное, Федерация Всероссийская как-то... Там какие-то будут... Время-то проходит много. Чемпионат мира обычно там сентябрь. Нет, чемпионат мира это предолимпийский год. Там лицензии просто на страну. Да, да, да. А имеется в виду, если человек весной завоевал лицензию на Кубке мира, да, в конце весны... Ну, вы говорите, что за несколько месяцев он не потерял форму. Да, конечно. С редкими исключениями. Опять же, это как бы тут тоже со стороны спортсменов это, может быть, было относительно справедливо, потому что человек, чтобы завоевать лицензию на Кубке мира, это нужно было выйти на пик формы, надо было подвестись к этим соревнованиям. А буквально через месяц, допустим, чемпионат России. И два таких пика делали. Лицензию завоевать, а на чемпионате России оказаться вторым, и все, и он никуда не поехал. И третьим. Да, и он никуда не поехал. Ну вот, что будет в следующем году, каким образом будет разыгрываться вот эта ситуация, пока мы не знаем. А тяжело вообще так выводить? Вы считаете, все-таки согласитесь, что, я думаю, большинство видов спорта, что пик он 11 сезон, он на той пик. А тут, считаю, за такое небольшое время на два пика человек вывесишь. Сначала, чтобы он завоевал лицензию, а потом, чтобы он с собой олимпиаде не упал, что называется. Это грамотный подход должен быть. Тут и методически, и самое главное, функциональное состояние спортсмена нужно учитывать очень сильно. Если бригада научно сработает хорошо, ну, так же есть, вообще-то. Вот, ну, как у нас вот другие виды спорта. Биатлон бежит каждую неделю. Ну, все равно у них пик, сами понимаете. Но пик чемпионат мира все равно. Если это нечетный, да, чемпионат мира, если это четный год, у них все равно самый главный турнир это олимпийские игры, биатлоны. Это в разных, как бы, странах по-разному. Вот наши друзья, как бы, и очень сильная команда Беларуси, надо сказать, вообще, вот у них всегда они участвовали, допустим, в двух этапах Кубка мира и вывозили двойной состав. И уже они по рейтингу говорят, что, парень, ты можешь на Беларуси не гоняться, ты уже там. Ну, может быть, шел и чемпионат Беларуси шел. У них был вот именно анализ и вот по, в том числе, по участию в международных соревнованиях. Ну, хорошо. Год новый не за горами. Когда начнется подготовка уже непосредственно к новому сезону? Или она идет уже? Она уже идет. То есть, толком не отдохнули? А не уже не было ухода. Про это Краснодар рассказывали, когда же героический снег там гребли. Да, дело в том, что Кубок России, прошедший в Краснодаре, это уже, для нас считается, это уже новый сезон. Мы живем как бы не по годам, а по сезонам. Да, то есть, это уже новый сезон был. Допустим, относительно сборной команды страны, я могу сказать, что некоторые группы отказались даже участвовать в Кубке мира ради того, чтобы начать подготовку к сезону раньше. То есть, Кубок мира был в конце сентября, некоторые отказались от Кубка мира, не поехали для того, чтобы в сентябре отдохнуть и в октябре начать уже полноценную подготовку. То есть, уже, грубо говоря, с октября началась полноценная подготовка централизованная сборной команды страны. Ноябрь уже идет, прошла водный сбор, водяная подготовка и декабрь сейчас уже идет полным ходом. Ну, то есть сбор, водяная подготовка, поэтому... А где готовится? Сейчас сборная команды страны готовится практически в полном составе в Турции, потому что в других странах нет возможности вообще. Это не только наша сборная команда. Краснодарский край... Ну, Краснодарский край есть единицы, но это очень много. Это юношеская сборная, молодёжная сборная, потому что для сравнения, если сейчас в Краснодаре ноль небольшой плюс, то в Турции... Вот вчера я созванивался со спортсменами, вчера было плюс 17. Это Анталия, там прекрасная тоже... Ну, как бы водоём, конечно, не грибной канал, там река, но погодные условия позволяют готовиться и выходить на нужные скорости, на нужный в данный этап подготовки. Там не только наша команда, да? Да, там готовится не только наша команда, там и Украина, там и Белоруссия, там и немцы, там и поляки, там и чехи, то есть других стран просто в сегодняшней ситуации, других стран для подготовки такой вот водяной, её нету. Раньше все ездили в разные места, там немцы, у них излюбленное было место подготовки, это Калифорния в Америке, сейчас туда, естественно, никто не ездит. Украинцы в прошлом году весь сезон зимний просидели в Италии, но они там были не на Метериковой, это в Италии, а на острове, там, на Сардинии. А, Сардинии. На Сардинии, да, там тоже база, у них сейчас главный тренер возглавляет команду, олимпийский чемпион Чибан, который, в принципе, организовал там неплохие подготовки. Понятно, молодец. Скажите, календарь, когда первые соревнования уже будут официальные, новом сезоне? Ну, начинаем мы в марте месяце. Что за соревнования будут? Это будут, как всегда, первые, это будет чемпионат России на дистанции 2 километра и всероссийские соревнования. Потом пойдут туры отбора, у юниоров будут туры отбора, и один из главных стартов у нас будет первое, это Кубок России, вот там определятся те, кто поедут за лицензиями, это будет апрель. Те, кто поедут за лицензиями, вот, и, наверное, чемпионат Европы там, наверное, в отбор будет, да? Ну, в мае Кубок Мира, который, где добор, вот у нас как раз в женском Каной в двойке нет лицензии, в мае Кубок Мира, который планируется в Чехии, ну, должна быть добор лицензии Каной в двойке женской. Ну, опять-таки, вот ситуация с коронавирусом в этом году всех шокировала, отмен соревнований и так далее, но сейчас верно я понимаю, что соревнования состоятся по-любому, уже не будет вот этого сноса, переноса, потому что, коль Олимпиаду решили провести, ну, соответственно, лицензии надо как-то людям раздавать. И, соответственно, верно я понимаю, может быть, какие-то там особые условия, там больше трех не собираться, но пройдут соревнования. Или не исключено, что опять какие-то могут быть переносы? Куда переносить-то уже? Да хотелось бы, чтобы ничего не переносили, конечно. Ну, а что вас говорят вообще? Не исключает? Ну, пока есть план, но еще впереди время есть, все готовятся. Да, все запланировано, и названы даты, и все, готовьтесь. Да, у нас уже вышел календарь практически. Вопрос о футболистах тоже. Помните, как сезон стал футболистом? Ну, вот сейчас играют в Еврокубках, там, может быть, без зрителей и так далее, но играют. То есть принято решение, что вставать больше никто не будет, играть надо, потому что это профессиональный спорт. У вас такая же ситуация? Ну, тут дело в том, что немножко у нас не такой вид спорта, как футбол. Футбол – это более коммерческий вид спорта, и там много зрителей, и телезрителей, и так далее, и так далее. У нас проблема в том, что, допустим, если какие-то страны отказываются участвовать в международных соревнованиях, то они перестают иметь смысл. То есть там, как говорят, скворума не будет. И федерация международная, она говорит, ну, если вот у нас набирается, допустим, там, сколько-то стран. В первую очередь, имеют в виду лидеры, конечно, я думаю. Ну, не сборные, я думаю. Венгры там те же самые, немцы. Да, как вот на примере, я говорю, вот сейчас Кубки мира, который прошел в сентябре, в прошедшем, не все участвовали. То есть кто-то не приехал, и там под большим вопросом было проведение, потому что отказывались, и некоторые страны не приехали. Поэтому, что сейчас будет весной, мы в любом случае готовимся, мы, еще раз повторяю, что в любом случае нужно быть в стопроцентной боевой готовности, а будет или не будет, я думаю, что мы узнаем ближе к самим событиям. Ну, планы какие-то ставите от региона, ну, сколько бы вы были довольны тверичан, если бы сумели пробиться именно в Японию? Ну, так вот, честно. Все-таки, понимаете, я так, ну, вид спорта у нас успешно развивается, а раз успешно, когда ты успешно развиваешься, то тут уже не главное участие. Уже не о линии в Олимпийском, в принципе, дело, что главное, мы на Россию попали, и все. Я наверняка думаю, какие-то планы должны ставить наша Федерация, вот сколько-то должно пробиться. Конечно, мы надеемся, вот на те фамилии, о которых мы уже проговорили, вот, ну, вот шесть человек в списке, да, стоит. Вот, ну, так реально, наверное, у четверых такие наибольшие шансы есть. Просто сама программа Олимпийских игр, у нас же ведь стартует одна лодка от страны. Это сейчас небольшое послабление, что можно будет два одиночника выставить. Вот у нас, допустим, отобралось, кано и двойка, два человека. Они могут оба стартовать, как бы, в одиночках. Тоже для понимания, сколько человек борется в каждой дисциплине изначально за победу? Ну, это в зависимости от вида, там, ну, допустим, 40 каноистов-одиночников встанут. Вот. Потому что, ну, Олимпийский... Из них, от одной стороны, один человек. Да, у нас же ведь она не резиновая, это квота с чемпионата мира, плюс добора, и все. Потому что, ну, Олимпийская деревня не резиновая, тогда просто невозможно. Понятно, да. И можно стартовать только один спортсмен, можно стартовать. Если, допустим, ну, в легкой атлетике может там выйти три толкателя ядра, да, то у нас одна попытка всего. То есть, мои коллеги сигнализируют, что у нас время не резиновая. Мы сейчас должны тоже выдать рекламу, три минуты, после которой у нас будет несколько минут. Мы приведем итог программы, не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире, у нас программа «Тема дня», мы подводим итоги грибного сезона. Как нам сказали, уже новый сезон начался, по сути, Олимпийский сезон. Все мы обсудили, что тверичане будут бороться за лицензии, что очень надеемся, что может быть даже четверок наших спортсменов, а может больше, пробьется в Токио, понятно. Но такая еще хорошая новость этого уходящего года. Начались реальные работы по строительству новой грибной базы. Что можно сказать? Ну, да, здесь с базой. Здесь начались в этом году еще по второй базе. Да. А база, которая на Волге находится, работа началась год назад. Да, 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 я знаю, там давно уж тракторы. Да, немножко были трудности там с раскопками изначально. Историческая зона. Историческая зона, да. Она задержала, конечно. Но сейчас раскопки все завершены, сейчас идут строительные работы. Так что, конечно, это огромное будет вклад, огромное дело, если у нас встанут эти две новые базы. Потому что с учетом того, что все наши базы 50-х годов постройки, и когда уже стоят современные фитнес-центры, на фоне них, это просто недопустимо иметь такие спортивные объекты. Если да, в районе Центрального стадиона, да, еще раз говорю, и тракторы, и экскаваторы, все проезжающие по тому берегу Волги могут видеть, что происходит на Тверце, где некоторые телезрители думают, что вырубили несчастные тополя ради того, чтобы построить коттедж для нового русского. Что там на самом деле происходит, что там появится, самое главное, у нас буквально две минуты, давайте порадуем телезрители. Ну, там, как бы, Тверца, это база 57-го года постройки, ну, все знают, что наши грибные базы, все без удобств. И уже с такими результатами, как и имеет Гриблендарх Каноэ, нам уже пора иметь хороший комфорт. Какие удобства появятся для наших спортсменов? Ну, по крайней мере, на грибной базе у нас многофункциональный комплекс будет, у нас два больших игровых зала будут, у нас будет два больших зала, один атлетический, другой тренажерный, там будут душевые, раздевалки, конференц-зал, восстановительный центр, ну, и, как бы, кабинеты для администрации школы высшего спортивного мастерства. И, самое главное, для грибцов там будут объемные эллинги для хранения лодок. То есть, мы уберем все, что можно, уберем под крышу. Тепло, самое главное. Тепло должно быть, да. Ну, и, в принципе, то, что вот сейчас за, наверное, три недели не узнать нашу базу, очень бойко идет, на самом деле. Вот, то есть, работа, когда сыгра опять поэстроительной техники? Это сейчас идет первый этап, это у нас, да, это деревья, укрепление берега и то же самое раскопки. То есть, строительные работы не позволят начнутся в следующем году? Нет, укрепление берега, габионы, они в этом году, они уже привезли специальные сетки, куда будут загружаться вот эти вот, значит, камни такие, да, это будет выстраиваться. Сейчас, ну, как всегда, январь, февраль у нас большой, ну, вода как бы отступает, и там они уже делают хорошие насоби для заезда тяжелой техники, вот, и там начнется вот укрепление. Мне бы все интересно, а это позволит расширить набор? Ну, по крайней мере, однозначно расширит, однозначно расширит. Будут где лодки лежать, раздевалки будут, вот. Вот, и самое главное, что ведь, когда, ну, приводят ребенка заниматься, потому что, а где вообще здесь вот после тренировки можно душ принять? Мы говорим даже про туалет, хотя это очень важно. Ну, парень, 10 секунд, срок конечный, когда, когда должно появиться, по плану? Ну, по плану 22-й год. То есть, два года, которые пролетят быстро. Дорогие телезрители, наш эфир подошел к концу, мы говорили с представителями наших грибных видов спорта. Развивается спорт, наши спортсмены на самом высоком уровне, наши тверичане, борются за олимпийские лицензии. А еще, вот, как вы слышали, радостные новости, действительно сдвинулось дело с мертвой точки. Строятся две новых спортивных современных грибных базы. Очень надеемся, что они будут построены. Поэтому успехов нашим спортсменам. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое, что нашли время. Успехов и побед в следующем, все-таки, надеемся, олимпийском году. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok